Как вы можете наблюдать, надвижка завершена. Так мост через Волгу становится единым целым. Это один из сложнейших технологических этапов строительства, надвижка пролетов. Финальную стыковку момента, когда сомкнутся все цепи автомобильной дороги над Волгой и трассы М12, строители приближали почти два года. Теперь уже с уверенностью можно сказать, мост соединил берега Лаишевского и Верхнеуслонского районов. Правда, пока только строители и мы, пользуясь служебным положением, можем пройти с одной стороны на другую, над Волгой, по этим мостовым пролетам, которые соединены в одну трехкилометровую линию. На церемонию стыковки приехал Рустам Мениханов. По видеосвязи моста строителей поздравил вице-премьер Марат Хуснулин, глава Минтранса Виталий Савельев и руководитель автодора Вячеслав Петушенко. Раис Республики отметил. Событие – отличный подарок в преддверии Дня строителя. Мечты сбываются. Вот мост через Волгу. В Республике мы об этом мечтали. И сегодня мы стыкуем этот мост. И, конечно же, преддверие Дня строителя. Всех строителей с праздником. Биг Зургахмат. Большое спасибо всем. Масштабная стройка моста через Волгу началась в ноябре 2021-го. Объект важнейший для всей страны. И самое крупное сооружение на трассе М-12. Болотна конструкции с разных берегов в прямом смысле шли навстречу друг другу. Скорость движения пролетов почти 3 метра в час. Темп для конструкции такого масштаба высокий. Сегодня, на месяц раньше запланированного срока, завершается надвижка пролетного строения самого крупного искусственного сооружения в Республике Торстан. И на всей автодороге М-12 Восток. Новый мост даст развитие инфраструктуры всего правого берега Волги возле Казань. А также значительно снизит нагрузку на уже существующий транспортный переход через реку. Дорожное полотно собирали словно лего, только гигантское. Из множества одинаковых фрагментов, которые затем стыковали друг с другом, используя так называемый метод надвижки. За береговыми опорами из правого берега и с левого берега сооружаются стапельные площадки, на которых монтируются блоки пролетного строения. Потом методом продольной надвижки надвигаются на промежуточную опору. На восьмую опору в нашем случае. В общей сложности мост держит 28 опор. Больше тысячи строителей работали круглосуточно. О масштабах проекта говорят и другие цифры. В общей сложности за 20,5 месяцев осуществлена надвижка конструкции 45 тысяч тонн. И воздвигнута 28 опор. Общий объем бетона 82 тысячи кубов. Преодолеть Волгу это как бы несбыточная мечта многих строителей. И сегодня мы осуществили эту мечту. Хотел поблагодарить за то, что предоставлена такая возможность, работает нам на таком шикарном проекте. Возведение такого грандиозного объекта согласовывалось с жителями соседних поселков. Они просили, чтобы строительная техника курсировала по утвержденным маршрутам и не разрушала местные дороги. Также по просьбам жителей в проект включили установку дополнительных шумозащитных экранов. Все пожелания учли. Это коммуникации какие-то, строения, гостиницы, заправки построят. Это больше рабочих мест, это больше движения какого-то, развитости нашего поселка. Хотя сначала было мнение то, что против, экология и так далее. Но вроде бы все в порядке. Люди работают и ночь, но нет такого, чтобы было больно много шума. Не замечают. Сейчас работы на мосту завершены на 80%. Впереди укладка асфальта. Ее завершат к октябрю. Потом установка освещения, защитных барьеров и благоустройство территории. Первые машины смогут проехать по четырехполосной дороге трассы М-12 уже в декабре. Общая протяженность пути от Москвы до Екатеринбурга больше полутора тысяч километров. Он свяжет 17 регионов и вывезет грузовой трафик за пределы населенных пунктов. А также откроет новые пути для экономического роста страны. Рамиль Галюлин, Данил Филатов. ТНВ. Лаишевский и Верхнеуслонские районы.